Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 38-й главе книги пророка Иеремии. Здесь продолжается в основном рассказ о событиях, которые происходят в жизни Иеремии, в его судьбе, ну и в Иерусалиме рядом с Иеремией. Собственно, это главная тема, потому что возвещение от Бога в это время остается тем же самым. Одному царю и другому, царедворцам, вождям, вельможам, всем Иеремия говорит примерно одно и то же. Бог хочет, чтобы вы перестали заниматься вот этой всей магической религиозностью. Бог хочет, чтобы вы любили ближнего и изгнали насилие, ложь, да, злобу из своей социальной жизни. Иначе город погибнет. Все. То же самое. В каждой главе Бог возвещает буквально одно и то же, говоря, и для того, чтобы вы выжили, вам надо изменить свою жизнь, и вам надо сдаться царю Вавилонскому. Почему вдруг сдаться царю Вавилонскому? Неужели нельзя без этой катастрофы как-то обойтись? Ведь, ну, представляете, да, когда страна вынуждена капитулировать, когда столица захвачена, как это горько, как это воспринимают как нечто постыдное все народы и тогда, и сейчас. Хотя, заметьте, что, судя по тому, как Бог говорит Иеремине, для Бога нравственный облик Иерусалим, блин, важен, а национальную гордость нет. Оказывается, вот, по нашей попытке изобразить богоспасаемое величие, они обманные, Бог не играет в эти игры. Это тоже очень поучительная, на самом деле, вещь, которая постепенно становится видна, когда читаешь одну за другой 36-ю, 37-ю, дальше 38-ю главы. Здесь 38-й главе говорится о том, что некоторые видные вельможи, царедворцы, властители в Иерусалиме, вот они слышали слова, которые Иеремия произнес ко всему народу. Когда он успел их произнести ко всему народу, когда в предыдущих главах он либо пытается скрыться, либо сидит в темнице, либо за него зачитывают, так сказать, открытое письмо, это не очень, на самом деле, понятно. Но тот, кто записывает эту историю, снова повторяет прям конспективно основные мысли, основные тезисы, если так можно выразиться, того, что говорит Иеремия, кто останется в этом городе, умрет от меча, а кто выйдет халдеем, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Вот поразительная формулировка, душа его будет ему вместо добычи, ты ничего не сможешь добыть и унести с собой, но останешься жив, твоя душа будет в твоих руках вместо добычи. Вот что говорит этот предатель, этот изменник, да, как это тоже раньше называли японско-троцкистский шпион, рывший тоннель от Бомбея до Лондона. Вот в этом смысле ничего особо не меняется. И еще Иеремия повторяет, что так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. Ну вот, оказывается, что непатриотичность высказываний пророка Иеремии для власть имущих рядом с ним просто как красная тряпка для быка. Настолько, что им по большому счету наплевать, что слова Иеремии правда. Если правда идет перпендикулярно патриотическим устремлением, тем хуже для правды. Вот такую позицию занимают эти люди. Тоже не сказать, чтобы совсем в прошлом подобного рода феномены остались. И в наши дни мы тоже такое с легкостью можем наблюдать при желании. И вельможи говорят, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов. Вот он своими заявлениями ослабляет руки воинов, поэтому его надо предать смерти. Опять, без разницы, правда или нет, то, что говорит Иеремия. Они хотят убить его, потому что думают, что он распропагандирует полки, как большевики в 18 или когда там в 17 году. Понимаете, он это вот все говорит и ослабляет руки воинов. И предлагают принести его в жертву вот этой самой борьбе военной мощи, противостоянию с Новоходоносором и так далее. Чрезвычайно, я бы сказал, проучительно. в сущности всегда пропаганда работает примерно так. И всякие запреты цензурного свойства, они вот здесь просто в обнаженном виде, неприкрытом виде наблюдаются. То, что он говорит, это ослабляет руки воинов и безразлично, что это идет слово от Бога. Его надо убить, его надо убить. Вот, этот человек неблаготенствия желает народу всему бедствия. Дальше, в пятом стихе, царь Седыкия говорит, вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Очень странное выражение, очень странное. Ну, хорошо, Седыкия отдает пророка Иеремию в жертву команде пропагандистов, которые озабочены тем, чтобы ура, патриотизм звучал из каждого утюга в Иерусалиме, да, и они готовы для этого убить Иеремию. Кстати, обратите внимание, что это, скорее всего, вот, именно этот момент, то, из-за чего Господа Иисуса Христа потом принимали за Иеремию пророка, как мы увидим с вами в Евангелии. Ну, вот, хорошо, царь отдает его в руки этих самых людей, которые здесь все названы по имени и отчеству, и говорит, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. в сущности, перекладывая из себя ответственность, снимая ее из себя. Здесь царь Садыкия за полтора тысячелетия до каких-нибудь московских князей, играет в игру под названием «Царь хороший, бояре плохие». Вот, собственно, о чем здесь идет речь. Царь говорит, ну, хорошо, да, я ничего без вас сделать не могу, вы несете за это ответственность, это вы будете его казнить, а я буду скорбить и делать вид, что я бы хотел, но не смог ничего сделать. И тогда Иеремию бросили в яму, в яму, в которой не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. Ну, собственно, скорее всего, это была выгребная яма, и погрузился Иеремия в нечистоты, и, в общем, долго там не проживешь, это не такое место, где легко остаться в живых. Но, оказывается, у Иеремии при царском дворе были и сторонники, были там и нормальные люди. Некто Авдомелех эфиоплянин, то есть происходивший из Эфиопии Евну в царском доме, вот он приходит к царю и говорит, ну, 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 что, ну, как это так, почему так жестоко обращаются с пророком, в конце концов, он только говорил слова и говорил то, что Бог ему повелел, не следует на случай, если все-таки Бог действительно говорит и через за Иеремию, зачем же так относиться к его посланцу, и дальше Авдомелех говорит, ну, он же там умрет от голода, трудно сказать, в самом ли деле Авдомелехом руководит гуманность или нежелание, чтобы человек Божий, посланный от Бога, погиб в этой самой яме, но в результате, это, наверное, самое главное, царь Седыке соглашается, дает Авдомелеху 30 человек, чтобы вытащить Иеремию из ямы, и оказывается, что это целая история, потому что они где-то собирают какие-то тряпки, веревки, яма очень глубокая, все это они туда бросают, чтобы он как-то обвязался, и вытаскивают его, да, и Иеремия остается во дворе стражи в Кардегарде при царском дворце, где все-таки, ну, другие условия совершенно, хотя и по-прежнему не свобода. И дальше во второй плане главы царь Садыкия договаривается, чтобы Иеремию привели какими-то там тайными путями между домами к одному из входов в дом господень и случайно проходивший там мимо царь мог с Иеремией поговорить. Царь, который, в общем, виновен в аресте в том, что Иеремия оказывается во все более и более тяжких условиях заключения вплоть до выгребной ямы. И, кстати, заметьте, что несмотря на то, что имеет полное право не разговаривать с этим царем или ожидать, не знаю, там, извинений каких-то. Нет, он все равно продолжает разговаривать. И вот царь ему говорит, я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего. Тогда Иеремия говорит, Сидыки, если я тебя открою, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня. Ну, это действительно так. Я бы сказал, что молодым людям это следует все изучать, потому что на случай, если вдруг когда-нибудь кто-нибудь из них сделается каким-нибудь правителем какого-нибудь крошечного или огромного кулачка земли, вот надо помнить, что правители вот такие. Они не слушают советов. И если им говорят что-то, что идет против шерсти, просто уничтожают говорящего. Это стереотипная реакция. Понимаете, Сидыкия не лучше и не хуже всех остальных правителей в истории человечества. Все они приблизительно одинаковые. Вот. И надо понимать, что доминирование в человеческой стае еще со времен гомоэректус вот оно ведет к таким психологическим эффектам. И стало быть, царь Сидыкия клянется Иеремии и говорит, жив Господь, который сотворил нам душу сию, тот Бог, который сотворил нас, дал нашу жизнь нам, не предам тебя смерти. Ну, хорошо, поклялся. И тогда Иеремия говорит царю, так говорит Господь Бог Саваоф, если ты выйдешь к военачальникам Вавилонского царя, сдашься, стало быть, им, да, если ты сдашься, то жива будет душа твоя, город не будет сожжен, а ты и дом твой будете живы, ты будешь жив и дом твой, а если не станешь этого делать, то город будет предан огню, и ты не избежишь гибели. Вот такой вот выбор Иеремия предлагает царю, иди сдавайся, тогда выживешь и ты и город, или не сдавайся, тогда не выживешь ни ты, ни город. Седыке на это говорит пророку, что я бы, конечно, сдался, но я боюсь тех иудеев, которые перешли к халдеям. Там сложная политическая конструкция. Часть иудеев может быть не без влияния Иеремии, заметьте, перешли к Вавилонскому царю, перешли к халдеям, стали перебежчиками, ну, потому, что ведь Бог долго через Иеремию говорит о том, что отдайте себя в руки царя Вавилонского и вы выживете. И Седыке вероятно считает, что Иеремия то ли вдохновлял этих перебежчиков, то ли с ними так сказать заодно, то ли они наоборот влияют на Иеремию, чтобы через него там влиять в Иерусалиме. Короче говоря, Седыке говорит, да, я бы вот может быть и в самом деле сдался, чтобы выжить, но там эти перебежчики, они скорее всего конечно не из тех, кто был обласкан царем, скажем прямо. Очевидно, что они его оппоненты, трудно говорить здесь о политических противниках, ну вот, вот может быть они меня там зарежут, если я перейду под руку царя Вавилонского. Иеремия говорит ему, что нет, не предадут, ты не об этом думай, а ты слушай Господа, послушай голосу Господа в том, что я говорю тебе, и жива будет душа твоя, а если ты этого не сделаешь, то ты, говорит Иеремия, будешь виновен в том, что город сей будет сожжен огнем. Тоже такой вопрос, на который на самом деле нет простого и убедительного ответа. Вот царь принимает решение. В это время остальные жители Иерусалима, может быть, знать ничего не знают, и, может быть, их решение было бы совсем другим, но решение, которое принимает царь, становится судьбой всего народа. Это выглядит очень нелогично, очень странно, непонятно, почему должно быть так. Мало ли, в конце концов, вот там, как этот Сидыке, горделивый придурок на грани безумства, вдруг попался Иерусалиму в цари. Да, почему город должен нести с ним солидарную ответственность, автор книги не обсуждает здесь этих тем, просто фиксирует тот факт, что ну вот так устроена человеческая жизнь, человеческое общежитие. Решения, которые принимает Сидыке, оказываются определяющими и для судьбы его народа. В ответ на все эти слова навесят разговор Иеремии, царь говорит ему никому этого не рассказывай. Почему? Да потому, что иначе вельможи сделают царю некоторую упрек, упрек, что ты захотел сдаться или не, захотел сдаться, неважно, что решит царь, а мы должны из-за этого страдать. Вот чтобы этого не было, царь говорит, никому не рассказывай, что я тебя спрашивал, что ты мне что-то такое говорил. А если тебя спросят, о чем был разговор тогда, скажи, что ты просил послабления режиму содержания, перевод тебя в это самое, не в строгий режим, а общую камеру, что-нибудь в этом духе, что и Иеремия и делает. И вельможи так ничего не узнали об этой беседе царя, и об этом выборе сдаться спасти себя Иерусалим или не сдаться и не спасти себя Иерусалим. Сам Иеремия остается в заключении, а город в ближайшее время оказывается захвачен халдеями.